Ксеничка, расскажи, пожалуйста, еще одну подробность из своей биографии. Нет ли у тебя какой-нибудь аллергии, скажем так, на какие-нибудь природные проявления, ну, кроме как аллергия на неприятных людей? На самом деле есть, да. Очень я страдаю, особенно в летнее время или когда уезжаю в теплые страны, где море, солнце и надо бы вроде как загорать, а мне нельзя. А, вот на чего. У меня сразу же лицо очень страдает сильно, я быстро обгораю, у меня аллергия вся красная, поднимается температура. В общем, ну и можно увидеть, что какой загорелый у нас Кирилл Иванович и какая я бледная. Хотя, в принципе, как бы хотелось бы, может быть, но да, вот я всегда с СПФ в кепочке, в панамочке, вот такая у меня беда. А у тебя есть какая-нибудь аллергия? Аллергии нет, но вот на людей есть, обязательно есть. Все понятно. Да. Ну, вообще, какие существуют аллергии, как с ними справляться, мы уже сейчас с вами узнаем в следующем сюжете. Как распознать аллергию? Прокраснение глаз появляется, какой-либо зуд, зуд может быть как и по телу, так и в каком-то именно месте, то есть на лице, на шее, слезотечение, покраснение глаз, чихание, заложенность и до плохих случаев, это когда уже окончательная удушья и нехватка воздуха. Самые распространенные виды аллергии. У людей развивается аллергия, это на пыльцу, то есть в весенне-летний период также это шерсть, шерсть из животных, кошки, собаки. Также бывает холодовая аллергия, аллергия, к примеру, на пот, как собственный, так и чужой. Плюсом ко всему это какие-либо продукты питания, также являются аллергенами и лекарственные препараты тоже некоторые вызывают аллергию. Можно ли подготовиться к аллергии? Если говорить про какие-либо сезонные аллергические реакции, то да, к примеру, человек знает о том, что начинается цветение, цветение, грубо говоря, там липы, березы, то есть летит пыльца. Естественно, может начать принимать определенные препараты, чтобы не было таких сильных симптомов. Либо, может быть, он может куда-то уехать, то есть подготовить отпуск в этот период и поехать именно отдыхать. Что делать при обострении аллергии? Человек должен понимать о том, что у него аллергическая реакция на тот или иной препарат, продукт, либо, к примеру, какие-то растения, цветения, животные. То есть обязательно надо исключить продукты питания, на что вызывает аллергия. Во-вторых, лекарственные препараты, естественно, говорить врачам, если они куда-то пойдут, что на них есть аллергия. Также, естественно, самостоятельно принимать определенные препараты, которые они уже знают, что надо. И, может быть, не заниматься прям сильным самолечением, и когда происходит уже ухудшение состояния, все-таки обратиться к врачу. Продолжение следует...